Доброе утро! Я непосредственно преподаватель Бирского филиала Уфимского университета науки и технологии. Работаю на кафедре дошкольного и начального образования, соответственно, так называемую теоретическую базу мы реализуем. И сразу, скажем так, весь материал тоже по проектированию, адаптированию образовательной программы мною собран и выложен в курс, которого я сейчас вам ссылку скину. И название курса это, соответственно, в зависимости от тех требований, сколько часов вам необходимо, от 36 до 108 часов. Это ссылка на данный курс, где более подробно именно раскрыты все разделы по проектированию и составлению данной программы, данные примерные разработки программ детей, задержка психического развития. Если я не ошибаюсь, то есть если будут какие-то вопросы, дополнения, соответственно, я еще материалы могу доставить непосредственно тем, кто данный курс будет, кому необходимо. Да, ну, сертификаты требуются, конечно, всем педагогам, да, непосредственно работающим по тем нормативным документам, которые реализуются у нас в сфере образования, в сфере дошкольного образования. С этим и связаны и наш вебинар по проектированию и реализации адаптированной образовательной программы. Конечно, что это такое, да, во-первых, это разрабатывается самостоятельно образовательной организацией, да, и нам необходимо, конечно, понимать, на какие документы, на какие нормативные документы, методические документы опирается составление данной адаптированной образовательной программы. Во-первых, конечно, необходимо учитывать федеральные государственные образовательные стандарты как общего образования, так и по уровням. То есть мы включаем в ГОСТ дошкольного образования стандарт детей с особыми возможностями здоровья и на основании основной общеобразовательной программы в соответствии с потребностями, да, то есть когда адаптированная общеобразовательная программа и составляется индивидуальная программа. Как бы, естественно, если даже у нас группа детей, да, вот, которым мы определили, сейчас я следующий слайд включу, то есть нормативно-правовые основания для разработки адаптированной образовательной программы. Перепрыгнули. Значит, для детей с ОВЗ подразумевается законом об образовании Российской Федерации, где определены следующие категории детей, именно с ОВЗ. Во-первых, это, конечно, как раньше было распределение по видам нарушений, да, это глухие дети, это слабослышащие дети, отдельная категория детей, поздно оглухшие дети, это слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержка психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутического спектра, со сложными дефектами и других. То есть очень много даже, если мы возьмем, вот почему даже глухие, слабослышащие, поздно оглухшие, да, конечно, будет составляться различная программа для детей, даже имеющих единое, одинаковое заключение, да, медицинское, а на основе уже психолого-педагогических диагностик, исследований, здесь уже мы включаем, как бы, различные группы детей. Вот с чем связано увеличение, да, детей с различными заболеваниями, конечно, здесь и вроде бы улучшается у нас, да, диагностика, генетическая диагностика, ранний скрининг проводится, но, как бы, увеличение детей с различными расстройствами, да, все более и более. Соответственно, конечно, мы должны вовремя и чем раньше выявить детей, да, с особой возможностью здоровья, и чем раньше разработать для них программу и работать в соответствии с теми рекомендациями педагогов, то есть различных специалистов вместе, да, тем, соответственно, особенно в период дошкольного, до возраста, когда идет, то есть этот период является наиболее сенситивным для реализации данной программы, и своевременной коррекции данных нарушений будет способствовать, конечно, улучшению навыков, которые помогут ребенку адаптироваться в обычной среде. Дай бог, он в школу пойдет, соответственно, с учетом, то есть в общеобразовательную, да, неважно, какой диагноз им был поставлен. Конечно, не все нарушения исправляются, но так или иначе, чтобы такое понятие, как педзапущенность, да, не относилось к детям, да, и не винили педагогов детских садов, что разводить руками не могли делать. Вот, естественно, нужно работать, да, нужно учитывать, особенно вот при составлении индивидуальной программы, потому что одно и то же нарушение зрения, одно и то же нарушение речи, да, или задержка психического развития, оно, там, благодаря лечению, благодаря какому-то операционному вмешательству, да, будет улучшение зрения, будет улучшение восприятия зрительных, зрительных анализаторов лучше, дети усвоят материал, да, потому что большая часть мы именно через наглядность и получаем. Вот нормативно-правовые основания, на основе которых разрабатывается, почему эти документы нам необходимы, потому что как раз в структуре при проектировании, адаптированной программе, значит, есть раздел, да, целевой раздел, где как раз данная документация перечисляется. Значит, здесь в соответствии с частью первой статьи 79 Федерального закона об образовании РФ установлено, что содержание образования в условии реализации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются именно адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. Вот и такой, как бы, может быть вопрос, да, будет мне интересно узнать, на ваш взгляд, в ваших регионах детей с какими особенностями развития больше, то есть с нарушениями речи, зрения, слуха, да, задержкой психического развития. Вот мне, как бы, интересно такую статистику, да, провести и узнать. Как бы, я буду благодарна, если вы, соответственно, что-то напишете. Ну, или в конце, как бы, можете мне сказать. Значит, в связи с этим, для получения общего образования детьми с ОВЗ, общеобразовательных организаций должны разрабатываться соответствующие адаптированные основные образовательные программы. То есть это отдельные документы с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей. И согласно части 11 этого же закона образовательного, образовательная организация должна создать условия для детей с ОВЗ, детей-инвалидов в случае их пребывания в учреждении. Спасибо большое за быструю ответную реакцию. И, конечно, вот, если мы уже, соответственно, работаем, да, в учреждениях реабилитации, в коррекционных учреждениях составляется адаптированная программа с учетом их особенностей, да, как групповые занятия индивидуальные, позже мы их отметим. И я вижу, да, почему-то нарушение речи, да, соответственно, изучая даже именно специальную, да, коррекционную психологию, педагогику, да, как бы много не зависит даже от, не от родителей, да, от матери, почему-то вот причины, которые ведут нарушение речи, да, это чаще встречается, ну, это зависит от взрослых, окружающих ребенка, да, и о том, как они пытаются реализовать. Потому что нарушение речи, да, это, может, нарушение зрения, нарушение слуха ведет за собой нарушение, нарушение слуха ведет за собой нарушение речи, да, и так далее, то есть это идут множественные нарушения. Мы не понимаем, почему, что ребенок почему так говорит, почему он вообще не говорит и так далее, оказывается, он не слышит, да, соответственно, ну, благо сейчас диагностика работы многих анализаторов, она проверяет уже детей с младенчества, да, и это хорошо, когда выявляется, но опять же, ну, как бы, дети с тугоухостью, да, и возникают причины, да, многие, ну, и, конечно, задержка психического развития, развитие всех познавательных процессов, это самый важный этап, и вот, ассензитивен он именно в дошкольном возрасте, да, начинает, как бы, многие родители не отдают детей с особенностями здоровья, да, в дошкольном учреждении, потому что непосредственно, как бы, на тех регионах, да, в тех городах, где они проживают, ну, нет, да, таких групп, да, школьных специализированных, соответственно, считают, что его будут обижать в основной группе, ну, как бы, не принимают его, его особенности, да, и считают, что, ну, как бы, он будет дома при мне и так далее, тем самым хуже делают для детей, потому что, вот, дальнейшее усложнение будет, да, и множественные нарушения. Также, значит, нормативно-правовым основанием здесь мы отметим, что в соответствии с частью 3 статьи 79 от 29 декабря 2012 года под специальными условиями для получения образования обучающихся понимают условия обучения и воспитания и развития таких обучающихся, которые включают в себя использование специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных учебников, пособий и дидактических материалов, а также технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Соответственно, такие технические средства, вот, почему начали зашкольные, возможно, то есть при школах, при коррекционных школах с тяжелыми нарушениями речи, при коррекционных школах для слабовидящих, да, где не только идет коррекция зрения лечения, да, но и педагогические материалы, вот, специальные учебники, пособия подразумеваются для детей, потому что очень строго непосредственно вот я, да, как бы работая и разрабатывая для детей с нарушениями зрения, да, материалы мы изучаем по тефлотехнические средства, да, очень, как бы, строгие требования именно к наглядности для слабовидящих детей. Но мы знаем, что современно-технические устройства, дети не соблюдают нормативы просмотра, ну, сейчас телефонных, да, требования к тем, как бы, файлам, которые детям предоставляются, они очень напрягают глаза. Мы сами понимаем, что наши глаза начали уставать, да, вот, от того же, что мы читаем, какой шрифт, да, значит, контраст шрифта и так далее. Это имеет очень такое сильное влияние, постепенно, постепенно накапливаются, и, соответственно, нарушение зрения, да, и, можно сказать, вот такие гигиенические, профилактические мероприятия, они также необходимы, как бы, для детей нормальных, да, не только с нарушениями зрения, нарушение зрения, нарушение речи, задержка психического развития, одно следует за другим, и вот этот ком, он накапливается, накапливается, и, соответственно, педагогам уже с детьми, да, приходится намного сложнее работать, нежели выявить это на ранних стадиях, да, то есть ребенок нормально видел, да, от 5-6 годов, да, нужно идти в школу, все, ребенок, скажем, он начурится, не видит, да, не говоря о том, что он не читает, да, соответственно, смотря мы что читаем, да, если в телефоне мелкий шрифт и быстро сменяющаяся картинка, потому что мы полностью текст не видим, потому что мы не читаем книги, да, лучше в телефоне прочитать, да, а если это много картинок, поэтому даже составляя какую-то презентацию строго, мы понимаем, что должен быть контраст какого-то, если фон, он опять мешает воспроизведению текста, мешает воспроизведению какой-то информации, поэтому чаще, ну, технически, да, это красиво, нарядно, особенно для детей, если мы что-то показываем, мы понимаем, что таких тоновых различий не должно быть, не должно быть большого количества текста, особенно для детей дошкольного возраста, соответственно, они не читают, да, здесь идет, как бы, именно через словесные методы, да, и приемы обучения, которые позволяют детям лучше, побольше слышать, для них читаем, подкрепляем наглядностью какую-то информацию, да, игровой сюжет, и тем самым мы, как бы, осуществляем профилактику зрения, отсюда и дальнейших осложнений. И вот, согласно следующий нормативный документ, на который опирается, опираемся, да, при составлении адаптированной программы, это положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года под номером 1082 об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии, то есть в заключении данной комиссии, заполненном на бланке, указываются обоснованные выводы о наличии, либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и психическом развитии, или отклонений в поведении, а также наличии, либо отсутствия необходимости создания условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений, развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. Рекомендации по определению формы получения образования, то есть домашние, либо домашние, либо специализированные группы. Это также определение образовательной программы, по которой ребенок может осуществлять компетенцию, также которую ребенок может освоить в зависимости от своих особенностей. Это форма и методы психолога, медика, педагогической помощи и создание специальных условий. Мы знаем, это требование для, то есть среды, которая необходима для детей с ОВЗ, она создается, то есть это требование в любом организации существует, проверяется, поэтому это строго учитывается. Также нормативным правовым основанием является создание специальных условий для детей с ОВЗ, это использование специальных образовательных программ и методов обучения учебников, это мы сказали. Дальше. Нормативные документы, регламентирующие вопросы проектирования и реализации. Федеральный закон, здесь у меня перескакивает, да, но, соответственно, в презентации потом вы это можете увидеть, поэтому я зачитаю уж. Это федеральный закон об образовании, прежде всего, то есть мы говорим, на какие части закон об образовании, на какие статьи и части опираемся. Это приказ Министерства образования и науки РФ под номером 1155 по подтверждению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года под номером 1014 об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного образования. Также следующий приказ не можно говорить, да, соответственно, здесь он в презентации тоже есть, об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, об утверждении САНПИН, то есть это санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, значит, это комментарий к ГОСТ дошкольного образования, это письмо РОСОП-надзора о недопустимости требования от организации, которая осуществляет образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствии с стандартом. Ну, то есть это, это же также документация для всех дошкольных учреждений и по федеральной образовательной программе, и по адаптированным, да, письмо Министерства образования и науки о соблюдении организациями, осуществляющие образовательную деятельность, требований, установленных стандартов дошкольного образования и так далее. То есть очень, скажем, нормативных документов, да, скажем, очень много, да, с чем это связано, ну, опять же, с тем, что при проверке, да, соответственно, при проверке любого дошкольного учреждения сопутствующие органы должны опираться на те нормативные документы, да, сказать, вот здесь прописано, а это где у вас здесь прописано, вот другое, прописано, значит, в адаптированном в ГОС, да, дошкольного образования, так, как это реализовать, это уже зависит от самого учреждения. Да, можно я потом на вопросы отвечу, да, когда в конце, соответственно, да, совместными усилиями, да, и определим, какие нарушения встречаются. Итак, значит, мы определили цель, цель адаптированной образовательной программы, это адаптация той программы, которую реализуют дошкольные учреждения с учетом рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии, да, то есть по МПК, и на основе этого разрабатывается также индивидуальная программа, если ребенку поставлен статус инвалид, да, то есть его реабилитация. Вот здесь мы представлены этапы деятельности по разработке адаптированной образовательной программы. Это, конечно, анализ требований, то есть стандарт дошкольного образования предполагает, да, выполнение, как мы отмечали на предыдущем вебинаре, если кто присутствовал, что 60% обязательной части, да, для выполнения 40% это та часть, формируемая участниками образовательного процесса, то есть той организацией, педагогами, специалистами, которые работают, да, с детьми данного учреждения и разрабатывают непосредственно для детей данную адаптированную программу. Поэтому стандарт мы учитываем, 60% обязательная часть, то есть вообще понятие стандарта предполагает, что тот минимум, который мы даем детям по всем образовательным областям, включенным в данный стандарт, он обязательный. Свыше мы можем, меньше нет, и, соответственно, вот 40%, то есть мы берем те профессиональные, региональные, дополнительные программы, индивидуальные программы для организации детей в зависимости от их нарушения. Да, почему-то, значит, как бы вот сразу обращаясь, да, к тем ответам, которые, да, вы отметили, нарушение речи и расстройство аутического, да, спектра. Опять же, понимаете, вот мы знаем, что нарушение речи может возникнуть, там, вследствие двуязычия, да, вследствие у родителей, которые скутная речь, не читают детям, да, значит, не разговаривают. Ребенок уже с рождения, мама, выполняя какую-либо деятельность, да, она должна говорить, тем самым и эмоциональное общение, это тоже первый этап в неситуативной речи, он важен, да, общение, улыбка, эмоции, либо так, слухо говоря, да, не регулируя, скажем, свой артикуляционный аппарат, да, как бы в себя, да, ребенок, конечно, не будет понимать. Ну, вот эта проблема, да, и, казалось бы, да, ну, двуязычие, да, соответственно, да, как бы я тоже росла и, значит, до двух лет на родном языке только разговаривала, потому что пошли в детский сад, все, дальнейшее развитие и все зависит от окружения, от взрослых, да, соответственно, понимание родителями, да, как важно, а то нарушение речи, значит, вот вам нужен логопед, да, или родители сами считают, да, что нужен ребенку логопед, он не говорит, говорит плохо, но ведь работа логопеда заключается работой с ребенком, там, ну, ладно, если каждый день, да, в течение, там, от силы 40 минут на больше, он невозможно, да, в течение часа, там, разные виды деятельности, не только ведь логопедической работы. Если нет этого подкрепления со стороны взрослых, а которые окружают ребенка, работа логопеда пойдет на смартку, вот, поэтому важно донести до родителей, и важная часть работы с родителями тоже по составлению адаптированной программы, она важна, потому что должна быть комплексная работа не только специалистов, но и родителей, понимающих и пытающих не только, да, у ребенка, как бы исправить и скорректировать какие-то нарушения, и должны обращать на себя, да, если как они неправильно выражают свои мысли, говорят, ребенок всегда будет, та же гортавость, она передается, да, потому что ребенок слышит, что кто-то из родителей так говорит, какие слова употребляют, о чем мы можем говорить о связной речи, если сухо отвечать на вопрос, да, не рассматривать окружающую природу, окружающие явления восхищаться, именно словесно выражая свои, своими словами, да, ну, бывает, да, дети там, кто скажет, ну, интересно, могу-то знать, они знают, да, они все впитывают, ведь как губка. Итак, следующий этап деятельности по разработке, да, это особенности психофизического развития леса. Вот, да, откуда, да, учреждения, соответственно, это знают, это родители предоставляют документы, да, документы с заключения, да, различных специалистов, именников и так далее, когда, вот, тоже обращали, вот, есть в группе ребенок, да, на ЧАЦОВС, есть у него документальное, да, как бы закрепление диагноза у другого, нет, да, соответственно, для них одинаково будет составляться программа или нет, хотя мы видим там одинаковое нарушение речи, педагоги спрашивают. Естественно, вот, родители должны предоставить документ, то есть провести весь анализ диагностики, который необходим для того, чтобы работали с данным ребенком на основе заключения, да, потому что, ну, работники дошкольных учреждений без заключения специалистов, да, как бы они, они не должны, да, разрабатывать, не то что разработать, а вообще работать по датированной программе, потому что, соответственно, они видят, да, потому что это тот документ, да, скажем, то заключение очень важно имеет значение, да, для проверок, вот, значит, проектируется дальнейшим необходима структурная составляющая адаптированной программы и временные границы, то есть это период, значит, год, да, год, по кварталам, то есть промежуточная диагностика должна проводиться с целью эффективности работы данной образовательной программы, да, которая разработана для ребенка, ну, и, конечно, четко формулирование целей и задачи, без этого, как бы, невозможно, невозможно, почему, потому что, ну, невозможно там общие задачи для групп детей, например, да, которые посещают общую группу, да, с нарушениями зрения, с нарушениями речи, да, логопедические группы так или иначе, ну, как бы, почему-то сейчас логопедические группы, они закрываются, потому что, ну, это еще более многочисленная группа, да, до 15 детей, в зависимости от нарушений, где с ними индивидуально работают и логопед, и дефектолог, да, накладно, да, для дошкольного учреждения лучше, как бы, ну, логопед, да, отдельно работал бы, да, может быть, и платно, это все зависит от родителей, естественно, мы, как работающие с детьми должны понимать, да, как важно все-таки начинать работу, чем раньше и лучше, комплексно, совместно с родителями, различными специалистами, специалистами, и вот решение о переводе обучающего, да, на адаптированную программу, да, опять же, она принимается на основании рекомендации при согласии, значит, комиссии, да, соответственно, ПМПК и при согласии, а также письменном заявлении родителей из законных представителей, то есть я вам ранее сказала, некоторые родители, как бы, не принимают диагноз, да, своего ребенка, не хотят, как бы, что он нормальный, да, считают, он лучше и так далее, да, не понимая о том, что как важна своевременная работа. Следующее, значит, это совет педагогов данного учреждения, который ежегодно утверждает адаптированную образовательную программу для обучающихся с ОВС или же группы с ОВС, да, ну, опять же, мы говорили, под одну гребенку всех детей, да, работают по группе для детей с нарушениями речи, да, в основном там, если специализированные группы, обычно отправляются дети, да, как бы с тяжелыми нарушениями речи, да, и уже индивидуально включается в адаптированную программу работы с определенной, с определенным ребенком, да, если, соответственно, идет более сложное нарушение. Вот планирование и участие различных специалистов, это, конечно, обязательно. Планирование осуществляется это и воспитателем, и психологом, и социальным педагогом, и педагогом доп. образования, и особое внимание, конечно, следует обратить внимание на возможность включения именно в реализацию и составление проектирования адаптированной образовательной программы родителей, да, или в законах представителей обучающегося с ОВС или группа обучающихся с ОВС со схожими нарушениями развития. Это возможно и присутствует. Администрации, учреждения должны создаваться специальные условия, которые предполагают формирование адаптированной образовательной безбарьерной среды, да, это наше, ну, как бы, такое недавнее понятие, да, безбарьерная среда, ну, учитывая историю, да, то есть использование это средств для обучения и воспитания, а также осуществления своевременной коррекции нарушений с учетом их структуры, да, это сюда входит оборудование для детей для развития общей подвижности, потому что даже если мы возьмем ребенка с нарушением речи, да, его двигательная активность, развитие мелкой моторики, которая также влияет на развитие речи, вроде бы говорят, это не обоснованно, но это и пальчиковая гимнастика, и логогимнастика, то есть для всего этого нужно тоже специальное оборудование. Не говоря уже, например, о детей с нарушениями зрения, да, а эти дети бывают скованы, чтобы что-то увидеть, они чаще близко, значит, к тексту, да, близко к экрану, там наклоняются, у них также нарушение в моторике может быть, и именно у осанки, да, поэтому упражнения для мышц спины, да, это необходимо, это необходима смена видов деятельности, это вот различные игрушки для тактильного, зрительного, слухового восприятия, мышления, речи, языка, и вот тоже говоря об оборудовании для именно развивающей образовательной среды, да, для детей, как бы, чтобы дети потрогали, потому что мы должны воспринимать информацию не только зрительно, да, и на слух, но и тактильно. Почему? Потому что совместное подкрепление и работа всех органов помогает лучше детям освоить материал, да, это вот, опять же, для нарушения зрения, я скажу, да, у нас есть такой материал, где, то есть он на ощупь как бы различается, да, такой крупинистый, да, материал по классификации, то есть если возможно, что дальнейшее нарушение зрения будет, мы подготовим пальцы, да, пальцы ребёнка для того, чтобы читать по системе Брайля, да. Мышление. Развивается мышление, развивается внимание, память, развивается мышление, отсюда и речь. Поэтому обычно в занятии, да, при разработке мы включаем развитие всех мыслительных процессов и синтеза, анализа и также внимание, да, восприятие. Игрушки для поддержания социально-эмоционального развития, оборудование для игр с водой и сыпучими материалами, потому что это детям интересно, дом учащий не предоставляется, да, а здесь он раскрепощается, он становится спокойным, особенно для детей с аутизмом, да, то есть здесь, чтобы шёл ребёнок на контакт, да, чтобы наша с вами программа, разработанная для ребёнка, работала, да, вот детям нравится чем-то, ему больше нравится рисовать бывает, да, давать ему возможность через рисование, через лепку реализовывать и работать с этим ребёнком. Так же, вот именно с водой и сыпучими предметами. Ну и для изобразительного творчества, определённая фанатрика, музыкальные игрушки, конечно, художественная литература и для детей, и для родителей, да, для того, чтобы понимали, да, в чём структура, особенности работы с ребёнком будет заключаться, да, возможно, и присутствие на данном непосредственно в работе. Это, конечно, необходимо. И разработка и утверждение адаптированной программы относится именно к компетенции, опять же, образовательной организации. Она не должна противоречить единым требованиям к образовательным программам, которые закреплены в законе об образовании, да, где определяется объём содержания и планируемые результаты, а также организационно-педагогических условий, которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, да, определённых предметов и иных компонентов, ну, а также оценочных и методических материалов. И опять, как мы, соответственно, выявляем, где норма, где отклонения, да, это, как бы, диагностика, да, диагностика детей по различным показателям. Если мы берём задержку психического развития, соответственно, все психические процессы мы должны проверить, и ни одной методикой для того, чтобы уже диагностировать, да, тот, кто или иной, то есть, чтобы отнести ребёнка к той или иной категории, значит, даже, значит, в ГОС дошкольного образования отведёт самостоятельный раздел, где, значит, включены требования к структуре ООПТ и к её объёму, да, это основные положения, которые конкретизируют процесс разработки образовательной программы и документа, да, это психолого-педагогическая поддержка, позитивная социализация и индивидуализация и развитие детей дошкольного возраста, статья 9, раздел 2, 3. И вот мы как раз перешли именно к структуре, да, адаптированной образовательной программы, которая включает целевой раздел, содержательный раздел. Каждый раздел имеет свои требования, да, которые необходимо соблюдать, потому что, ну, при проверке, да, вышестоящими органами они обращают внимание, конечно, на данные понятия. Вот целевой раздел адаптированной образовательной программы. Сюда входит, конечно, пояснительная записка. Что она включает? Прежде всего, это методологический, это вот нормативно-правовые основания для разработки АОП, это цели, задачи, которые учитывают особые образовательные потребности дошкольников с ОВС. Это принципы подхода к устроению программ. Конечно, это такое общее понятие, да, то есть большая часть целевого раздела для детей с разными категориями, она будет едина. То есть пояснительная записка, да, и нормативная база, соответственно. Возможно, что отличия методологических, то есть тех пособий, в программах специальных для различных групп детей. Как раз у нас дальше презентация, примерно эти программы, они включены. Также значимы для разработки и реализации программы характеристики, да, в том числе, значит, для детей с раннего возраста, да, опять же скажу, что чем раньше начнется, особенно если в раннем возрасте, тем лучше. Для детей с различными категориями. Также система оценки достижения планируемых результатов освоения детьми СОВС за адаптированной образовательной программы. Это диагностика, да, это, значит, вот первоначальная входящая диагностика. Конечно, она должна проходить в начале учебного года. Это сентябрь. Должна быть промежуточная диагностика, то есть где-то промежуточный этап обследования детей в декабре. Для чего это делается? Для того, чтобы, да, насколько наша программа эффективна, есть ли какие-то сдвиги, да, а как эти дети мы можем проверить, да, нам кажется, что, да, как бы мы выявили там уровень развития познавательных процессов, да, в сентябре, да, там низкий уровень, в декабре стал на среднем уровне, да, там памяти, мышление и так далее. Нам кажется, что, да, наша программа работает. Но вот здесь самое главное, да, мы должны сравнить эти же результаты и также первоначальная диагностика должна быть, скажем, у детей, которые не входят в группу ОВЗ, да, например, детей с задержкой психического развития, потому что нормальная корреляция, она все равно будет, да, то есть дети развиваются, они не стоят на месте, проводим мы с ними занятия, не проводим развивающие. Соответственно, сравнительно, то есть это именно этап обследования, эксперимент в сравнении детей, скажем, ОВЗ с нормой, да, должно быть, и сравнение. Опять же, вот необходима вот эта диагностика итоговая, она проводится в мае, да, индивидуальный подход к оценке любого достижения ребенка, да, с особыми возможностями здоровья. Углубленная диагностика проводится специалистами как логопедом, да, как учителем-логопедом, дефектологом, педагогом-психологом, это как бы самое важное. Но вообще как бы назначая одного психолога, да, на все учреждения, одного логопеда, да, одного педагога-психолога, говорят, вот невидная работа, да, на специалистов. Конечно, потому что трудно даже если, там, сколько, но не больше ста детей, да, продиагностировать всех детей по разным критериям, это очень сложно, да, соответственно, поэтому, когда мы уже видим, там, сильное отклонение, да, там психолог, да, или логопед рекомендует, да, к ПМПК отправить этого ребенка для того, чтобы сделали ему заключение, потому что может быть субъективное мнение, может ему казаться, что, да, этот ребенок слабый, да, там, ну, не настроение, он бы не отвечал сегодня, не говорил и так далее. Это тоже очень много таких барьеров, которые, конечно, не должны сказываться на заключении, да, и, соответственно, в дальнейшем работу, да, строить. То есть он это понимает, зачем нужно развивать память, если у него нормальная память, да, ну, просто вот сегодня он не сказал, что от него хотел психолог. Значит, планируемые результаты освоения, то есть какие возможны достижения, да, то есть в итоге, да, что мы хотим получить, да, от ребенка, и важный контекст – это, конечно, результаты по образовательным областям, потому что эти, те критерии, которые расписаны у нас и отмечены в стандарте дошкольного образования, они должны соблюдаться. И результаты освоения коррекционно-развивающей области с учетом особых образовательных потребностей контингента детей с ОВЗ. Тоже вот как бы нужно ли, необходимо ли, да, раскрытие специальных, открытие специальных курсов, да, специальных групп для детей с определенными решениями, если они как бы со всеми детьми. Да, это перевод детей в особую группу, да, составление для них такой, может быть, условно общей адаптированной программы, это уже, соответственно, решает, да, комиссия, да, не просто сам педагог, который говорит, вот у меня ребенок с ОВЗ, да, отправьте его там в группу с нарушением милиции, да, возможно, да. Конечно, нет возможности, да, у самого очередей день, у родителей специализированной группы, ну, опять же, зависит от региона. Так, в процессе проектирования также возможно использование примерных адаптированных, значит, не пошло, да, примерных адаптированных основных образовательных программ для детей дошкольного возраста, потому что рекомендуются как комплексные программы, да, так и непосредственно дополнительные программы для детей. Так, например, примерно адаптивно основная образовательная программа для детей с нарушениями зрения, автора Витковска, Генкина и так далее. Примерно адаптивно образовательная программа диагностика развития, коррекция для детей с нарушениями интеллекта, Боряева, Гаврилушкина, Зарина. То есть такие программы, дальше они у нас тоже будут, они, что, они помогают специалистам, да, разработать, потому что что-то новое выдумывать, это сколько времени, да, нам потребуется для того, чтобы, как бы, после проведения диагностики, да, которую там сентябрь, да, затрагивают, мы тут же начали ее реализовывать, да, постепенно, да, она должна быть утверждаться на Совете Педагогов. Поэтому такие примерно адаптированные программы, они помогают, вот, для детей с нарушениями слуха, также разработаны Красильниковой, Коржевой, Милифовой и так далее, помогают составить, да, то есть есть какой-то, какая-то база, и на основе этой базы, конечно, ну, как бы легче, да, быть, определять. Вот, это мы определили, что содержательный раздел, следующий раздел адаптированной программы, включает, значит, модули образовательной деятельности, то есть по пяти образовательным областям. Их структурно можно представить следующим образом, это направление с описанием вариативных форм, способов и методов работы, а также средств с учетом возрастных индивидуальных особенностей детей и потребностей. Это особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик и, ну, новые какие-то технологии, да, в конкретной области именно рекомендованные стандартом, особые направления поддержки детской инициативы и иные характеристики, которые, как бы, считаются, да, разработчиками, авторами программы, программы более значимыми для данной категории детей с ОВЗ. Понятно, что при проектировании образовательных результатов необходимо отталкиваться от психофизиологического, речевого и физического развития детей, да, вот я отметила, в сравнении с нормально развивающимися детьми, да, детей с ОВЗ. Например, положительная динамика в развитии компенсаторных функций, познавательной активности, речи, коммуникативных навыков, увеличение скорости приема и переработки сенсорной информации и, соответственно, возможность сформулировать планируемые результаты с учетом уже той категории детей с ОВЗ и строить программу с учетом вот по образовательным областям, да, например, художественно-эстетическое. Создавать изображения, характеристика, особенности детей, да, в рисовании, это ограниченная функция рук, да, и так далее. Поэтому мы включаем сюда упражнения, игровые упражнения, пальчиковую гимнастику, специальные занятия, индивидуальные занятия для того, чтобы развивать движение пальцев рук, да, и вот работа более с мелкими деталями. Например, вот проектирование данного блока, то есть именно содержательного блока, да, адаптированной программы, конечно, предполагает наличие трудностей, да, в чем же эти трудности будут заключаться, потому что вот по каждому разделу, да, необходимо раскрыть критерии, показатели оценки достижения высвоения материала. Поэтому вот в содержание диагностики входит изучение компетенции детей с ОВЗ, которые связаны с оценкой динамики, их воспитуемости и обучаемости. То есть, например, в чем воспитуемость, да, данный критерик? Это, конечно, отклик, да, на помощь педагога, на легкость использования того, что предлагает педагог, да, там, активность ориентировки в новых условиях, преобразование условных способов социального поведения. То есть они идут на контакт, они берут и работают, да, и педагог, и сам, и другие специалисты видят положительный результат, и, конечно, дальнейшая работа у них упадет, на мой взгляд, да, лучше, да, если мы видим результат нашей работы. То есть не как просто бьемся, бьемся, да, как горох об стенку, так все говорят. Вот. Значит, также планируем результат освоения обучающимися адаптированно-образовательной, программы, то есть какие возможные достижения. Здесь могут выступать и деятельностная характеристика ребенка, при которой понимается способность ребенка решать задачи образовательной деятельности, и количество, и содержание, да, все зависит от вида группы. Таким образом, вот алгоритм проектирования образовательных результатов – это критерии достижения, то есть диагностика, как мы сказали, да, начальная, промежуточная, итоговая, да, и, соответственно, если очень хороший сдвиг идет уже в промежуточный аттестат, значит, мы можем добавлять в адаптированную программу больше, ну, ставить до больших задач, развивать больше компетенций, которые у детей как бы легко осваиваются, потому что, да, программа для детей с нарушениями речи, значит, развиваем грамматический строй речи, лексический, да, связную речь, и как бы отталкиваясь, да, и группируя, то есть взаимозамещая, работая в целом, да, в комплексе по развитию речи, ну, и, соответственно, не только, да, логопед, и педагог, и дефектолог ориентируется уже на многообразие, да, связанной речи, да, тут благо и развивается мышление, словесно-логическое мышление, когда мы просим ребенка пересказать, да, рассказать тому какой-то игрушки, да, сильно развивается связанная речь. Так, немножко быстрее пойдем, да, и вот работа по специалистам, да, значит, клиника психолого-педагогических особенностей каждого ребенка, они диктуют специфику организации и самостоятельной деятельности в условиях именно инклюзивного образования в группах, либо комбинированного вида, да, где дети посещают СОВСЗ и нормальное, да, скажем, и в условиях, и в группах компенсирующей направленности. Вот у нас и предполагается непосредственно практика работы, да, где мы видим, да, нас как лучше адаптироваться. Вообще понятие инклюзивного образования у нас было введено для того, чтобы ребенку впоследствии легче было социализироваться, да, и на мой взгляд, если нарушение, ну, скажем, даже на уровне дошкольного образования, пусть ребенок входит именно как бы в обычную группу, да, тем самым он будет сам изначально понимать и стремиться к развитию, развиваться, обучаться, идти на контакт, да, и как бы вбирать в себя то, что предоставляет педагоги, что предоставляет развивающая среда. Вот здесь как раз по образовательным областям, да, модель описания образовательной деятельности, там, младший, старший дошкольный возраст. Также вот взаимосвязь характеристики особенностей развития, например, на примере развития детей с тяжелыми нарушениями речи, да, там бывает, что отмечается соматическое ослабление, замедленное развитие локомоторных функций, да, им присуще некоторое отставание в развитии двигательной активности, поэтому развиваем координацию пальцев кисти рук, мелкую моторику, логаритмику, да, включаем направление коррекционно-развивающей работы, конечно, ЛФК, да, значит, проводим физкультурные занятия, активно включаем массаж, да, массаж мелкой моторики, артикуляционную гимнастику, да, при произношении команд, то есть повторении, при выполнении определенных упражнений, мимическая гимнастика, ну и общая работа по развитию мелкой моторики, координации движения. Соответственно, здесь какие специалисты работают, и учитель-логопед, непосредственно, конечно, это нарушение речи, это инструктор, ФК, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, да, соответственно, того, чтобы также работа шла активно. Вот, то есть есть примерно адаптированные программы для детей с тяжелым нарушением речи, да, это основной разработчик нищего, да, для детей с нарушениями слуха мы отметили зрение, задержка психического развития, поэтому здесь, как бы, значимые характеристики после выявления и сравнения, да, мы, как бы, в процессе, в ходе работы уже можем дополнять. Вот, как бы, каждый специалист, да, значит, включает, расписывает в данную, по данное планирование, да, специалист в образовательную область, направление работы, задачи коррекционной работы, режим и формы, то есть в какой форме это будет проводиться и форма оценки результата, то есть диагностика, да, какая диагностика, через какие методы наблюдения, исследования, анализ продуктов деятельности, да, непосредственно будет осуществлять, если, например, мы включаем инструктор, конечно, он будет диагностировать, да, работу различных органов, может быть, сдача каких-то нормативов, да, доступных для детей дошкольного возраста по основным видам движения, да, соответственно, каждый специалист тот или иной вклад определяет через сопровождение, да. Вот здесь на примере программы комплексного изучения ребенка с ОВЗ, да, направление медицинское, что выявляет, да, и кто является ответственным, да, психолого-педагогические обследования актуального уровня развития ребенка, определения его зоны ближайшего развития, то есть те трудности, которые у ребенка. Вот это, как бы, презентация, она доступна для скачивания, поэтому вы не переживайте, у меня вот таблицы, там таблиц много, да, поэтому время поджимает, я быстрее хочу, как бы, уже довести до конца, хорошо? То есть презентация доступна, и эти таблицы включены. Вот, да, то есть этих таблиц непосредственно в содержательном разделе, их очень много, которые можно так в табличном виде отметить. Ну, в методических рекомендациях по составлению адаптированной программы это тоже можно найти. Затем социальное, да, кто работает, это анализ, да, работает психолог, да, значит, дефектолог, да, либо воспитатель, семья, состав ребенка, какие условия воспитания, то есть насколько мы можем затронуть, скажем, в хорошем отношении, да, семья, как она может помочь нам в работе с ребенком, с ОВС, ну и педагогически, да, нас выявляет и педагог работающий, да, и логопед. Ну, конечно, подразумевается работа дефектолога, да, более тщательная работа дефектолога, потому что он по разным, по разным критериям выявляет, да, то есть работает с детьми с различными нарушениями, да, с помощью других специалистов, так, чтобы не было одинаковой диагностики, там, как логопед выявляет уровень развития речи, да, как психолог выявляет узнавательно, так, например, и воспитатель, да, работающий с детьми данного возраста. Поэтому вот эта программа, она составляется с учетом того, в предыдущей, какие методики, диагностики они будут использовать, да, и какие результаты получены. Ну, вот здесь педагогически, да, насколько взаимоотношения с коллективом детей, это может быть видеть воспитатель, каждый день находящийся в группе, да, значит, какие нарушения в поведении, возможно, встречаются, то есть либо гиперактивно, либо завтра, на что это может влиять, да, насколько он, ну, вот это эгоизм, да, насколько здесь выявлена самооценка, да, с помощью методик социализации выявляет, значит, как он, да, какую позицию он в группе занимает, это очень важно для того, чтобы вот опираться на его, вот если он обидчивый, да, да, свой подход нужно найти, конечно, да, больше психолог разговаривает, выявляя вот эти особенности, потому что если ребенок чувствует себя не таким, как все, да, у него как раз вот это возникает, может быть, агрессия, да, или наоборот замкнутость, да, потому что понимание другими детьми и работа другими детьми должна идти на то, что, то есть толерантные отношения, да, то есть эти таблицы, они представлены непосредственно в презентации, вот, здесь долго останавливаться не буду, что данное направление обеспечит создание всех условий, да, то есть разработки адаптированной программы, особая, конечно, работа специалиста, вот, перепрыгнула немножко, да, почему-то перепрыгивает, сейчас попробую еще раз, формообразовательные деятельности с детьми по оказанию коррекции специалистами, да, детского сада, вот здесь представлены, то есть кто проводит фронтальные занятия с детьми, индивидуальные занятия с детьми, да, и, то есть определенные нарушения, возможно, через фронтальные занятия, да, какие-то нарушения, они только именно в индивидуальном, да, могут, потому что та же диагностика индивидуально проводится, где работают и логопеды, и дефектологи, и педагог-психолог, и воспитатели, с какой периодичностью, согласно циклограмме, работают. Так, у нас вот быстро у меня перепрыгивает, да, так, то есть здесь представлены направления психолого-педагогического сопровождения, программа комплексного изучения, формообразовательные с детьми по оказанию квалификационной коррекции специалистами детского сада, значит, включает, организационный следующий раздел, он включает в себя материально-техническое обеспечение программы, то есть это третий раздел, да, перепрыгивает, хорошо, это обеспеченность методическими материалами и средствами обучения, это распорядок и режим непосредственно, да, данной группы детей, это особенности организации предметно-пространственной среды, потому что та среда для ребенка, она важна, она важна в подборе материалов, в подборе дидактических пособий для ребенка с особой возможностями здоровья, потому что имея нарушение, значит, например, ДЦП, да, нарушение опорно-двигательного аппарата, есть особые требования к мебели, да, к пространству, да, значит, чтобы это была безопасность, да, потому что безопасность важна всего, и, соответственно, все эти разделы также можно оформить в виде таблиц. Вот непосредственно здесь отмечена структура образовательного маршрута развития ребенка с ОВЗ, да, обязательно соглашение родителей на организацию индивидуального сопровождения специалистами, да, как вы считаете, что зачем ребенок нормально, да, у него там страдает только речь, да, зачем нужен психолог должен работать с этим ребенком, конечно, вот это нужно объяснить и донести до родителей. Здесь информация о специалистах непосредственно, да, кто реализует именно маршрут, да, индивидуальный маршрут развития ребенка с ОВЗ, это индивидуальная программа реабилитации, которая выдается федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, которую родители предоставляются, да, родителям предоставляется, да, копия, социальный паспорт семьи, индивидуальный маршрут развития ребенка, это перспективный план индивидуальной работы с ребенком данными специалистами и журнал регистрации коррекционно-развивающей работы, где фиксируется вся работа непосредственно специалистов, да, начиная с диагностики заключительные и определенные выводы пишутся, да, для себя делаются выводы и сами специалисты, насколько их работа эффективна, ведь, скажем, конечно, да, специалист, который никогда не работал с ребенком, например, да, с нарушениями речи, да, составляя только индивидуальную программу логопеда по ликвидации нарушений звука, конечно, ему будет сложно, да, и сложность заключается в совместной работе различными специалистами, да, то есть он выявляет, да, он звуки, ведь то, что ребенок не произносит или заменяет определенные звуки, это не говорит о том, что, да, у него, значит, его отнести в группу с нарушениями речи нужно, да, соответственно, поэтому здесь должна комплексная диагностика, которая выявляет и другие последствия этих нарушений, а возможно их нет, и работает только по, как бы, логопеда, да, и не разрабатывая именно адаптированную программу. Так, и, соответственно, все эти результаты корректируются. Вот как раз следующее я хотела вам представить, да, под конец, перечень коррекционно развивающих программ и педагога-психолога-учителя-логопеда по сопровождению обучающих с ОВЗ разных нозологических групп. С нарушениями зрения, да, к сожалению, может, когда скачать, можно будет увеличить, да, например, какие, вот у обучающих с нарушением зрения какие возникают, скажем, особенности, да, в развитии, это недостаток коммуникативных умений, это трудности и барьеры налаживания взаимоотношений, да, негативные отношения, да, со стороны других. И вот как раз программа Волоничева-Смирнова, коррекционно развивающая программа «Коррекция нарушений звукопроизношения у обучающих с нарушением зрения». Здесь представлены ссылки, да, то есть на электронный ресурс. Также какие для ликвидации сложности восприятия информации, потому что здесь необходимы специальные курсы, да, по развитию речи, да, и навыков. Но в целом вот как раз эта программа, она адаптирована в школе-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению. Также вот представлена для обучающих детей с ЗПР, где отмечается, да, значит, отсутствие школьной готовности, естественно, снижение, то есть познаватели интереса выражены крайне слабо, отсюда отсутствует мотивация, да, вообще, непосредственно мотивация к обучению, да, к желанию освоить какие-то материалы, речь не сформирована до необходимого уровня, да, и наблюдается чаще гиперактивность, низкопродуктивность любой деятельности. Так, опора идет, вот здесь программа для примера приведена Ивану Валарионовой, это программа комплексного психолого-педагогического сопровождения учащихся специальных коррекционных классов, коррекция когнитивных речевых нарушений, поведения, общения, трудностей общения, тоже электронный ресурс. Дальше тоже представлена программа «Учимся общаться» для обучающихся первых классов, программа Хайдуковой, коррекционно-развивающая программа формирования компонентов эмоциональной волевой сферы у детей младшего школьного возраста. Ну, эти, да, конечно, эти программы, они больше адаптированы для детей младшего школьного возраста, да, но, соответственно, определенные методики диагностики для детей старшего дошкольного возраста и работы специалистов, возможно, для применения. Здесь представлены также ссылки на литературу, да, вот как раз поддержка психолого-педагогической социализации ребенка с аутизмом в условиях дистанционного обучения, психолого-педагогическое сопровождение учащих с нарушениями зрения, значит, создание специальных условий для ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата. То есть те основные моменты, которые включаются, да, в совершательный раздел программы, они, как бы, вы можете, соответственно, опираться на эту программу. Так, быстро-быстро сказала, да, спасибо, я вот задавала вопросы, да, сейчас я перекручу, да, что больше детей, а и нет речи, да, в ЗПР нет речи, да, то есть уже задержка психического развития повлекла собой, я так поняла, да, и нарушение речи, да, новое, опять же, мы говорим, нарушение речи, нарушение задержки психического развития, одно следует за другим, да, да, почему-то, кстати, нарушение речи, частое заболевание, тяжелое нарушение речи. Так, так, еще у меня вот есть вопрос был. Так, программа, да, кружковая работа, как индивидуальная кружковая работа. Здесь, соответственно, кружковая работа, да, вами, как, наверное, педагогам, да, доп. образование будет строиться с учетом особенностей, опять же, той категории, да, значит, она будет индивидуально будет построена, да, либо программу вы разрабатываете, да, для групп детей, да, для группы детей. Соответственно, если кружковая работа проводится, например, по направлению оздоровительной, да, направленности, для того, чтобы улучшить, да, определенную группу мышц, туда можно включать фитбол, гимнастику, да, какие-то элементы хоккеи, йоги для детей дошкольного возраста, да, такие программы есть, мы их тоже рассматриваем, да, и, соответственно, уже при составлении программы адаптированной, конечно, должны давать ссылки на те программы, которые адаптированы и рекомендованы именно по стандарту, да, чаще обычно вот этот значок, да, рекомендовано в госдошкольном образовании, в современных методических материалах, пособиях это обозначается. Поэтому, конечно, хорошо именно кружковую работу с ребенком ДЦП проводить и нужно, и лучше, когда идет эта работа совместно, да, вместе с родителями, потому что, опять же, я говорю, родители увидят, как работает специалист с ребенком, да, возможно, дома и рекомендует, да, непосредственно родители дома подкрепить данные навыки, и, как бы, это будет лучше закрепление, да, потому что, соответственно, если мы, вообще этот принцип, да, систематизации, повторения усвоенного раннего материала, оно необходимо, да, поговорка, есть повторение, мать учения, да, лучше запомним, поэтому вот особое вовлечение родителей и их понимание должно быть, насколько эффективно нужно работать именно в комплексе, да, всех специалистов, и здесь они говорят, да, только так, что вот у меня, у него нарушение речи, да, пусть работает с ним только именно учитель-логопед, да, поэтому мы, а как мы можем еще донести, мы должны сделать диагностику, да, комплексную диагностику провести с ребенком по тем же познавательным процессам, да, ну, естественно, по нарушению речи, да, по, возможно, и выявить, да, психологические особенности, да, развития ребенка для того, чтобы, как бы, донести, что это должна быть комплексная работа. Ну, я думаю, что так или иначе, проблемы, они есть, конечно, в составлении любой программы с детьми, но нужно сидеть и работать, да, и, как бы, кучу материалов проанализировать, потому что не только на антинормативные документы, да, операции, да, потому что и практика покажет, насколько программа эффективна. Для этого и рекомендуется именно промежуточная диагностика, да, эффективность работы адаптированной программы после ее утверждения, да, разными специалистами. Спасибо. Ну, вот я говорю более подробно, примерные программы, они, как бы, составляют основу, а остальная работа, конечно, зависит от работы, от вашей работы. Будем надеяться, что... Спасибо, да, что данная информация вам была полезна. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok